смотрим фрагмент стоп доброго времени суток дорогие мои подписчики и гости канала собственно говоря вот в этом эпизоде который перед вами да тут особо анализировать нечего кроме одного я хотел ваше внимание обратить на следующее обратите внимание на вот этого игрока собственно говоря не на самого игрока а на факт того что обороняющаяся команда краснодар откомандировала в центр поля только лишь одного одного футболиста и что что это дает команде это типа такие вот понты типа вот мы будем через этого игрока организовать контратаку а что может делать один человек да ничего посмотрите в каком окружении хотя бы вот этих вот трех футболистов находится этот футболист ему кто-то даст играть да в жизни если он даже примет мяч все равно у него мгновенно этот мяч отберут и вероятность того что футболист останется с мячом да еще скинет кому-то из партнеров набегающих из глубины обороны мяч вероятности этого но в лучшем случае пять процентов тогда на кой хрен он там вообще нужен извините за грубое слово пусть уже лучше где-нибудь торчит вот скажем где-то здесь в обороне что он там делает он ничего абсолютно никакой пользы для команды не приносит я об этом говорил миллион раз и еще миллион раз буду говорить об этом если команда обороняется то в центре поля нужно оставлять двух игроков 2 один уже есть еще один вот скажем крестиком я пометил приблизительно здесь должен быть еще и второй игрок тогда в этом есть какой-то смысл они видят друг друга и если передача будет одному из них то тот кто принимает мяч может в одно касание передать мяч партнера а дальше они либо в стенку сыграет либо индивидуально либо разрезная разрезающая передачи не важно если два человека в атаке они могут обыграть хоть пол команды потому что один в поле не воин а вот два это уже очень серьезная сила и поверьте мне что скажем так большинство тренеров если увидят что в центре поля два соперника обороняющиеся команды то они оставят в лучшем случае в лучшем случае для соперника трех защитников а в худшем четырех защитников оставить эти увидят двух игроков нападения центре поля а что это означает а это означает что количество атакующих будет на 12 футболиста меньше нежели обороняющихся понимаете я не могу вот одного понять почему таких элементарных вещей не понимают тренеры они в страшно боятся пропустить гол а скажите пожалуйста какова вероятность забивания голов вы для чего выходите на поле для того чтобы сохранить свои ворота или для того чтобы победить для того чтобы распечатать ворота соперника наверное нужно играть в для второго варианта то есть нужно играть на победу в общем всегда когда вы обороняетесь с любой командой когда вы играете всегда думайте о нападении всегда думайте о том что что можете показать зубы, что можете сделать результативную атаку. А иначе зачем играть? Тот тренер, который отказывается от контратаки, от полноценной контратаки, он лишь этим, вот скажем, командировкой всего одного нападающего в центр при обороне, он этим самым просто свидетельствует о том, что он добровольно отказывается от атаки и для него главная задача это не пропустить. А если не пропустить, то это не означает выиграть. Это означает что угодно. Это может означать то, что команда пропустит меньше голов. Разве для этого выходят футболисты на поле, чтобы пропустить меньше голов? Ну нельзя быть мальчиками для битья. Не знаю, сделаете вы вывод какой-то или нет, но то, что хотел я сказать, я вам сказал. Все. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Вот сейчас вот этот игрок, которого я подчеркиваю, игрок Краснодара, произвел удар по воротам. Мяч находится вот здесь, я его подчеркиваю. То есть это начальная фаза полета мяча. Значит, если футболист бьет с такого расстояния, то, если у него поставлен удар, то мяч может отлететь. Это уже на 3 с минусом. На 3 с минусом. Если мяч полетит, скажем, на 2 метра в сторону от цели. Или, скажем, 2 метра, ну вот где-то вот, вот так вот, или вот так вот, скажем, полетит. Или там 2 метра от дальней стойки, неважно. То есть вот такая максимальная погрешность удара. Хотя для меня это, конечно же, конечно же, неудовлетворительно. С такого расстояния мяч может отлететь от цели максимум на метр. Если удар, разумеется, у футболиста поставлен. Вот давайте посмотрим, чем это все закончилось, чем закончился этот удар. Так, вы видите, мяч находится здесь. Ну, разумеется, он летит где-то приблизительно по такой траектории. Ну, вот посмотрите. На какое расстояние, ну, где-то метра на 3, наверное, мяч летит выше ворот. Вот, в плане азимата, мне тут трудно с этой точки понять, он левее, цели правее, и вообще какая цель удара, мне непонятно. К чему я все это веду? Ребята, нельзя так бить. Если вы нифига не можете бить, точно, то тренируйтесь, тренируйтесь. Если вы уважаете себя, если вы любите футбол, то тренируйтесь. А не ходите с распальцованными руками. Понимаете? Ну, нельзя так играть, нельзя так позориться. Это удар со штрафного. Это удар не с игры, когда соперник толкает плечом, там, или еще какая-то ситуация тяжелая. Удар с разворота, там, все что угодно, да? Это удар со штрафного. И вот так посылать мяч у меня просто нет слов. Все. Смотрим фрагменты. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Обратите внимание на вот эту ситуацию, которая складывается. Вот сейчас игрок Зенита собирается принять мяч, который ему послан. Ситуация просто великолепная. Что он может сделать? Он может совершенно спокойно, правой ногой, подняв правую ногу, спокойно, с помощью уступающего движения положить мяч на газон. Ну, относительно положить мяч на газон. То есть имеется в виду, что уменьшить скорость, скажем, в 5-6 раз. И одновременно, погасив скорость полета мяча, одновременно пробросить его вперед. Пробросить вперед, продолжить движение и дальше или бить поворотом, или если будут открываться на флангах соперники, передать мяч, передать мяч, это уже не имеет значения. Факт тот, что вот сейчас он может принять мяч, развернуться и спокойненько продолжить атаку. Но футболист вдруг неожиданно поворачивается спиной к воротам соперника и принимает мяч. Ну, сейчас вы все увидите. Как футболист Зенита принял мяч, вы увидели. У меня все. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Не знаю, увидели вы или нет, но вот этот игрок Краснодара, который получил мяч, он перед тем, как принять мяч, посмотрел налево. То есть, видимо, искал партнеров, кому можно передать мяч. Что в такой ситуации можно сделать? В такой ситуации можно спокойно сделать амплитудный хороший замах, еще раз подняв голову, посмотрев налево, сделать амплитудный замах и потом взять резко под себя и таким образом избавиться от опеки вот этого футболиста. Это очень легко делается. А дальше уже поступать по ситуации. Это первый вариант. Второй вариант. Это просто принял мяч тупо в одно касание или в два, неважно, прострелить. Или просто, скажем, навесить мяч где-то в район за 11-метровую отметку. Ну, там не видно. Вот здесь вот по картинке не видно. Есть ли там партнеры Краснодара, игрока Краснодара или нет, непонятно. Ну, а видимо, кто-то все-таки есть. Но есть еще и третий вариант. Можно просто ударить поворотом. Давайте посмотрим, какое решение примет этот футболист. Стоп. Что это было? Вы видите, где мяч? Вот он, я его подчеркиваю. Он здесь. То есть мяч пошел вот по такой вот траектории. Ну, то есть он запущен в космос. Или, может быть, для того, чтобы сбить какую-то ворону, которая там над зданием летит. Я не знаю. Что это? Парень, кто тебе мешал бить поворотом? Это что, навес? Нет. Это удар? Нет. Тогда что это? Еще раз повторяю, ребята. Если вы будете заниматься чем угодно, но не индивидуальными тренировками, ничего из вас не получится. Говорю в очередной раз, в сотый, в тысячный, в миллионный раз. Официальные тренировки ничего в плане техники не дают. Они дают общий игровой тонус, общий физический тонус. Но повышать технику, это невозможно на официальных тренировках. Потому что тренеры не дифференцируют тренировочный процесс, не персонализируют его. Вот почему можете не рассчитывать, что на официальных тренировках у вас повысится техника. Удара, обводки, паса, приема жестких передач, ударов головой и так далее, и так далее. Работайте индивидуально. У меня все. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Вот сейчас вратарь Зенита вводит мяч в игру. Обратите внимание. Идет 31-я минута матча. По-моему, это не то время, когда ребята уже настолько устали, что нужно дать им хотя бы еще секунд 7-8, для того, чтобы они передохнули, выбив мяч на половину поля соперника. По-моему, не то время. Это во-первых. Во-вторых, сам факт ввода в игру, когда футболист, когда вратарь, прошу прощения, с линии вратарской посылает мяч в центр поля, это вероятность того, что атака будет продолжена 50%. Но это понятно любому. Ребенку это понятно, что это будет 50%. Либо мяч останется у своих, либо мяч отлетит в ноги сопернику. Для чего это делать? Для чего добровольно менять 100% владения мячом на 50%? Для чего? Я этого не понимаю. Можно было отдать мяч совершенно спокойно вот этому защитнику. Вот этому, я его подчеркиваю. Можно было? Можно. Он дальше бы распорядился. Тут вот за кадром не видно. Тут есть еще один защитник, который мог бы спокойно выйти в эту точку, получить мяч. И, так сказать, атака была бы продолжена. Зачем вводить мяч в игру таким образом? Да, это не болезнь Зенита. Это болезнь всего постсоветского футбола. Отсутствие бережливости к мячу. Неуважение к мячу. Я бы так сказал. Ну, для меня, если честно, ребята, это дико. Давайте посмотрим, что будет дальше. Стоп. Вы все увидели. Мяч оказался у игроков Краснодара. Таким образом, с линии вратарской площадки вратарь Зенита добровольно передал мяч игрокам Краснодара. Хорошо это или плохо, решайте сами. Для меня такой футбол чужд. Понимаете, чужд. Все. Смотрим фрагмент. А теперь в замедленном темпе. Стоп. Только что правым защитником, вот я его подчеркиваю, его частично видно, да, был отдан пас своему левому там или центральному защитнику, неважно. Обратите внимание на двух игроков Зенита. На этого и на этого. Они бегут, повернувшись спинами к правому флангу защиты Краснодара. То есть они бегут оба в этом направлении. Спрашивается, зачем вот сейчас этот защитник, у которого мяч, хочет сделать передачу вот этому своему партнеру. Там недалеко от него пару игроков Зенита. Но я не об этом. Если бегут два игрока Зенита в этом направлении, я показал, то почему не развернуться и снова не отдать мяч вот этому своему партнеру. Это же очень просто. Ну, бегают они, пусть бегают, ради бога. Пусть бегают. Ну, да ладно, давайте посмотрим, что будет дальше. Стоп. Сейчас мяч у этого игрока Краснодара. Ну, допустим, это левый защитник. Я не знаю точно, кто это. Явно на него наседают два футболиста Зенита. Поэтому отдавать мяч вот этому партнеру, который я только что вот подчеркнул двумя линиями, рискованно. Отдавать мяч этому партнеру сложно. Непростой это пас. Кому можно отдать мяч? Можно спокойно отдать мяч правому защитнику, который остался абсолютно свободный на чуть ли не четверти пустого поля. Также можно отдать, конечно, мяч и вратарю. Ну, давайте посмотрим, что будет делать этот игрок дальше. Стоп. Такой вариант развития событий, когда мяч отдан этому партнеру, абсолютно нормальный. Ну, принял мяч, вот снова эти двое бегут в этом направлении. Ну, передай ты мяч своему партнеру сюда. Ну, не обязательно вратарю. Передай ты этому партнеру. Он спокойно начнет атаку по правому флангу. Что делает игрок с мячом, вы сейчас увидите. В общем, вы все увидели. Здесь больше комментировать нечего. Вот и закончился мой анализ этой игры. Зенит Краснодар. Ну, что я могу сказать, подытоживая все сказанное. Знаете, ну, не получается у меня анализировать какие-то тактические моменты, тактические нюансы, стратегические задачи, если они есть. Вряд ли, конечно, они есть. Приходится волей-неволей останавливаться на технике. Почему? Потому что техника неудовлетворительная. Ну, нельзя говорить о каких-то тактических вариантах, если нет приема мяча, если нет передачи мяча, если нет удара по воротам. Ну, о чем мы говорим? Зачем мы обманываем сами себя? А вывод прост. Ребята, обращаясь ко всем, в частности, к игрокам Краснодара и игрокам Зенита, работайте над своей технику. Она у вас далека от совершенства. Если вы меня услышите, слава Богу. Вот теперь у меня все.